Так, друзья мои, продолжим наши изыскания. Я полагаю, что повторять, даже суммировать учение стоякового лога, если нет необходимости, оно достаточно простое и понятное. А вот есть некоторые вопросы, которые, наверное, нам стоит немножко обсудить. Это будет отступлением от темы о логосе, но оно необходимо, поскольку я боюсь, что потом вдруг у нас не представится возможным коснуться этих вопросов. Речь вот о чем, что в атеистической литературе многократно встречается утверждение, что будто бы христианская идея бесстрастия по существу заимствована устоиком. По крайней мере, претерпела очень значительные изменения в связи с астоической идеей, так называемой апатии, или в переводе на русский язык – бесстрастия. Вы помните, у Пушкина есть слова? «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Идея бесстрастия – это действительно одна из центральных идей в христианской духовной жизни. Но не только. Как мы с вами убедились, идея бесстрастия является центральной и устойкой. Если хотите, эта идея повторяется, лучская встречается и в аскетических движениях многих других религий. Хотя, правда, воспринимается всегда очень и очень по-разному. Мне бы хотелось сейчас хотя бы кратко объяснить, чем отличается христианское понимание бесстрастия от языческих. Стоицизм – хорошая иллюстрация. Не случайно греческое слово «апатия» приобрело в русском языке свой особый смысл, вам известный, который не требует объяснений. Стоицизм совершенно не знает того, что является главным для христианства. Когда христианство говорит о бесстрастии, оно говорит о чистоте сердца, освобожденного от всего того, что называется грехом. В данном случае под бесстрастием в христианстве именуется очищение сердца от греха. Вот всё такое. В отличие от стоицизма, который, в конечном счёте, призывает человека потерять чувствительность, чувство, пафос, отсюда апатия, потерять чувство ко всему происходящему в этом мире. Именно хвалу и клевету принимать равнодушие. Не расстраиваться ни от каких зло включений, которые проистекают в нашей жизни. И встречаются с каждым человеком. Быть выше той из всех эмоций, всех страстей. Страстей в смысле чувств. Вы же помните идеал стойка. Недаром его уподобляют мраморной статуей. Говорят, что когда однажды на море была страшная буря, а на этом корабле находился перрон. Он, правда, не был стойком в смысле принадлежности к философской школе. Но он как раз придерживался именно этого взгляда на бесстрасть. Буря страшная. Корабль вот-вот перевернётся. Все бросились на спасение. Выбрасывают вещи. Ну, делают всё, что возможно. Одного перрона только нет. Наконец нашли его. Он паршиве вздрыхлит. Его, конечно, растолкали. Схватили. Ты что здесь? Давай, гибнем. Перрон. Что-то совершенно не отреагировал. Ну, и что вроде этого? И потом вдруг, молча указывают куда-то в угол. Те смотрят, а там происходит картина действительно замечательная в этом углу. Свиньи, которые были на корабле, Приспокойнейшим образом пожирают корм. То есть, Перрон показал, вы видите, даже эти неразумные животные, и то оказывается, насколько выше вас. Это вот интересная, конечно, иллюстрация стоического бесстрастия. Вы знаете, оказывается, есть возможность подавить, внешне подавить. То есть, подавить себе эти чувства. Не только их проявления, но и подавляя, подавить на самом деле в себе эти чувства. Подавить, не смешиваете, подавить и искоренить. В прошлом столетии был очень популярен, популярен среди аристократии идеал Комильфо. Комильфо. Человека, который ничем не выдаст своего внутреннего состояния. Ничем. Его оскорбляют. Ему говорят о каком-то тяжелом несчастье, которое вдруг произошло. Где-то с его родными, или чем-то. Идеал какой. Ничем не выдаст. Ни одним, что называется, движением своего лица. Что это такое? Это, конечно, совсем не то христианское бесстрастие, о котором говорит аскетическое учение Отцу. Здесь подавление эмоций. Подавление, начинающееся, может быть, с внешней стороны, с попыткой подавить их и в самом себе, но совсем нет им мысли о борьбе с тем, что христианство именует грехом. Искоренение страстей – это длительный процесс. Это процесс целенаправленный. Процесс, имеющий соответствующие, требующий соответствующих условий, имеющий точные ориентиры, и достигают бесстрастия очень и очень немногие. И достигают не прежде, чем увидят в себе эти страсти. И тогда только с помощью известных средств искореняют их. Вот так вот, чем отличается христианское бесстрастие от стоического. Как видите, тут ничего просто общего нет. Я бы в связи с этим хотел еще заметить об одном, как мне кажется, очень важном. У преподобного Максима Исповедника есть мысль, и она не только у него. Она повторяется у нескольких отцов. Суть ее – вот в чем. Что человек иногда освобождается от страстей, но не потому, что они в нем искоренены, а потому, что они все покорены, если хотите, поглощены одной и единственной страстью, худшей всех страстей – гордыни. Вот это бесстрастие, кстати, мы наблюдаем у йогов, у индийских аскетов. Это, я думаю, думаю, возможно, я боюсь судить, но не исключено, очень возможно. Это присутствует и присутствовало и у стоика. Ведь вы при этом учтите, что мы часто смешиваем гордость и тщеславие. Тщеславие, оно обнаруживается очень легко. Достаточно легко. А гордость, ведь оно же пожирает и тщеславие. То есть, не будет вот этих проявлений, которые вы привыкли оценивать как гордость. Его похвальство, например, его требования похвал, его оскорбления и страдания по поводу его поношения. То есть, вот эти вот эмоциональные проявления человека, которые гораздо больше свидетельствуют о тщеславии, нежели о гордости. Гордость же выше и этого. И более того, окончательная гордость, то есть страсть, которая действительно погладила все другие страсти, внешне очень трудно отличима даже от смирения. Вот интересные вещи. Это очень интересно. Трудно отличима. Причина, говорю вам, там тщеславие побеждено, поглощено. А тщеславие более всего и выражает наглядно проявление страсти в человеке. Вот этих вещей язычество не знает. Но, кстати, я вам должен сказать, что достижение этой гордыни, видимо, тоже не так просто. И достигают ее тоже немногие, как, видимо, и того бесстрастия, которое достигает христианские подвижники. Это вот тот момент, который я хотел вам сегодня отметить в связи со стойками. Очень важное положение о различии в учении стойков о судьбе и христианское учение о промысле. Но об этом мы с вами, по-моему, говорили достаточно. И, повидим, повторять это не следует. По-моему, поговорим. Рог или судьба у стойков – это идея полной детерминированности всех процессов, происходящих в этом мире, включая и человека. Включая и человека. Именно почему стойков и идеал мудреца, подобного мраморной статуи? Потому что он понимает, что все происходящее в этом мире – это и закономерно, и что человек сам не может изменить этого. Отсюда спокойствие, апатия. Христианство отвергает этот фатализм, отвергает вот эту идею, чему быть, тому не миновать. Христианство утверждает, что все действия божественной любви, которые мы именуем промыслом Божиим, все они самым существенным образом соотносятся с духовным состоянием человека. И духовное, любое духовное изменение человека, оно меняет, если хотите, и действия Божьи по отношению к человеку. Идея все та же. Как врач меняет свои средства в зависимости от состояния больного, так и Господь, так и Господь меняет свои действия в зависимости от состояния человека. Недаром один проповедник сказал, на первый взгляд, кажется, ужасную вещь, кощунственную, кажется, вещь. На самом деле, вот в этом контексте он говорил и сказал, что наша судьба, она находится в наших руках. Мы определяем свою судьбу. То есть, мы определяем все состояние и течение нашей жизни. Мы, мы. Кажется, ужасно. Разве не Бог? Бог есть непрестанное действие любви по отношению к нам. Но в зависимости от нашего состояния эта любовь действует соответствующим образом. Мы меняемся, меняется и действие Божие. Изменились неневитины и осталось неневиен. Вот христианская идея. Поэтому фатализм, как таковой, совершенно исключается в православном сознании. Это языческая идея, неприемлемая. Идея, которая не может ни в коем случае именоваться христианской. Хорошо, друзья мои. Это вот несколько моментов, связанных со стоицизмом, которые, конечно, стоит отметить, поскольку едва ли мы с вами когда еще будем к ним возвращаться. Ну, а теперь я обращаюсь к нашей с вами теме, теме о Логосе. Идея наша, вы помните, какая. Я пытаюсь вам показать на примере от стоиков, сейчас на примере Филона Александрийского, показать, что евангельская идея Логоса, употребление Иоанна Богослова этого понятия Логоса, имеет принципиальные отличия от того содержания этого понятия, которое имело место в дохристианскую эпоху. То есть, показать, что Иоанн Богослов не заимствовал содержание, а взял что? Только само понятие, сам термин, внеся в него совершенно иное содержание. Итак, наиболее, пожалуй, яркой фигурой из древних мыслителей, который более чем кто-либо выпукло обозначил идею Логоса и развил ее, является известный иудейский философ, оставшийся в истории под именем Александрийского Филона. Он именно был в Александрии, жил там, там учил, там проповедовал. Он, по существу, современник Иисуса Христа. Он скончался где-то в конце 40-х годов, в 49-м, может, 50-м. В общем, жил в первой половине первого века нашей эры. Энгельс назвал его, цитирую вам, настоящим отцом христианства. Вот, по крайней мере, хоть теперь вы будете знать, кто настоящий отец христианства. В чем причина? Причина в том, что у Филона Александрийского встречается не только разработанное учение о Логосе, но и целый ряд, я бы сказал, эпитетов, которые соответствуют даже евангельской фразеологии. Эпитетов, относящихся к Логосу. Как же, ну, вообще, что из себя представляет его учение, обращаясь главным образом, конечно, на идею Логоса. Итак, я вам скажу, что Филон был правоверным иудеем, получившим прекрасное знание греческой философии. Мы бы сказали сейчас, получившим прекрасное образование. В чем суть его учения? Во-первых, он исходит из иудейских представлений о Боге, то есть, о единстве Бога, о моноличностном, будем говорить, Боге. Он утверждает полную трансцендентность Бога, то есть, его непостижимость человеческим разумением, разумом, рассудком. Идея также, он высказывает идею о том, что сообщение Бога с миром непосредственное, не может иметь места. Что же можем мы сказать о Боге и как происходит в конечном счете общение Бога с миром? В силу полной трансцендентности Бога мы о Нем ничего сказать не можем, кроме того, что Он есть и всё. А вот сообщение Его с миром, с миром, который чужд Бога, противоположен Богу, поскольку Он представляет собой ничто иное, как хаотическую массу, материю, лишь приобретшую, благодаря премудрости, Божий соответствующий вид. Вот это сообщение с Богом, оказывается, происходит, происходит особым образом. Их, я бы сказал, он тут говорит о двух вещах. С одной стороны, говорит о Логосе, как посредники между Богом и человеком. Он, с другой стороны, указывает на то состояние человека, при котором он может войти в общение с Богом. Лучше сказать, с Логосом, с посредником этого Бога. Нас, конечно, интересует более всего понятие Логоса, но необходимо просто кое-что сказать о некоторых вещах, чтобы быть вполне понятным. Дело вот в чем. Что Филон рассматривает ветхозаветное священное писание как своего рода, если хотите, как диктовку Бога. Он говорит, что все ветхозаветное писание богодухновенно не только по своему существу и смыслу, но оно Бога вдохновенно в каждой букве. Каждая буква Бога вдохновенна. Поэтому по истории, я думаю, ветхозавета вы, наверное, там изучаете, так называемое, масоретское движение, помните о том, как подсчитывали все до единой буквы в тексте и так далее. Вот оно, если хотите, откуда идет эта идея. Каждая буква священная. Она Бога вдохновенна. Так смотрит Филон на священное писание. Но у него здесь встречается и одна очень интересная мысль, которую вы у других, у других учителей иудейских учителей древности не найдете. Скорее всего. По крайней мере, в такой яркой и сильной форме, как у него, это не найти. Он утверждает, что откровение Божие, данное евреям в букве, в Писании, не является прямо выраженным откровением. Это откровение, говорит он, образное, прикровенное, выраженное на языке, на языке истории, событий, иносказания. И вообще он рассматривает священное писание Ветхого Завета, как именно иносказание. И видит в нем некий аллегорический, таинственный смысл, который далеко не каждому доступен. Он именно перетолковывает весь Ветхий Завет в аллегорическом смысле. И при этом он допускает еще одну очень интересную мысль, мысль, которая заключается в следующем. Он говорит, что то же самое откровение Божие, но переданное уже не в аллегориях, а если хотите, хотите в более прямом и в более очевидном смысле заключаю, заключено в греческой философии. Такого встретить, я вам скажу, очень трудно. Он ссылается на великих греков, на Пифагора, Платона, того же уже теперь знакомого нам, Зенона, основателя стоицизма, и утверждает, что они в своих философских изысканиях и прозрениях как раз передавали то же самое Божественное Откровение, но уже без аллегорий, без иносказания, а в конкретных понятиях и словах. Системы разные же были. Системы разные были философские. Системы разные. Отличные другодовки, с лучшими. Да, системы разные. Но не думайте, что он берет, когда говорит о Пифагоре, Платоне и Зеноне, что он берет все, что там есть. Ну, естественно, конечно же нет. Он берет то, что с его точки зрения представляет самое существенное. Естественно, он не берет их язычество, не берет их высказания, носящих религиозный характер прямо, политеистически. Естественно, он это отвергает. Он же правоверный иудей. Он берет то, что с его точки зрения является правильным и истинным, и утверждает, что это есть то же самое Божественное Откровение, но уже изложенное на более, ну, прямом и более доступном языке. Если там аллегории и картинки, будем говорить, то здесь прямое, прямая речь о тех же самых вещах. Вот такова была его идея. И вот в связи с этим-то он и выдвигает идею Логоса. Она его очень интересует. Недавно называют этих философов. Идея Логоса его очень заинтересовала. Как идея посредника между Богом и миром. Кто же есть такой? Кем же является этот Логос? По Филону Александрийскому. Он о нем говорит очень интересно. Он говорит, это высший посредник между Богом и миром. Высший из всех тварей. Из всех тварей. Это совершеннейшее творение Божие. Этот Логос, как высшее творение Божие, или в других случаях, как высшая эманация Бога, содержит в себе идеи всего тварного мира. В том числе и души людей. Когда я вам сказал, что содержит в себе идеи всего тварного мира, то вы имеете в виду, что в данном случае, употребляя термин идеи, он подразумевает идеи не мысли, когда мы говорим, мне пришла в голову идея, то есть мысль. Нет, нет. В данном случае он подразумевает другое. Он говорит об идеях в платоновском смысле. А Платон считал, что идеи – это суть некой реальности, которые составляют природу горнего мира. и наш мир земной есть ничто иное, как только некая проекция этих идей. Слабая проекция в нашем материальном мире. И вот благодаря этой проекции, которую затем Аристотель дополняет, что идеи живут в вещах, благодаря тому, что эта проекция пронизывает этот хаотический мир, мир материи, он преобразовывается вот в тот космос, который мы видим. То есть идеи, оказывается, это некие реальности, а не просто мысли. Вот так. Так вот, Логос содержит в себе идеи всех вещей, как высшее и посредствующее между Богом и миром существо. Он называет его разумом, идеей всех идей сыном Божиим, старшим сыном Божиим, в отличие от мира, который, по его терминологии, является младшим сыном Божиим. Называет его первородным, называет его первосвященником, называет его вторым Богом. Вы слышите? Называет его вторым Богом. Феос, он называет, в отличие от Бога трансцендентного, который О-Феос, из артикля. Называет его даже вторым Богом. Первообразом всей Вселенной. Да. И рассматривает его, он различный, этот Логос. Он рассматривает его в нескольких, я бы сказал, ну, ракурсах, в нескольких отношениях. Он может его рассматривать, рассматривать или как душу и связь мира, душа и связь этого, нашего мира, или как бессамостную энергию Бога. То есть, это энергия Бога, не самосущее что-то, бессамостное, то есть, не имеющее в себе самой, самой вот этой суть, так, как бессамостная энергия Бога, да, или даже как тварно-личностный посредник. Вот эти вот три аспекта рассмотрения, они заслуживают внимания и анализа с христианской точки зрения. Но, я сначала скажу еще о нескольких вещах. Что представляет себя мир материальный? Я уже сказал вам, что по филону сама материя есть нечто инертное, нечто хаотическое, нечто противоположное Богу. И вот в связи с этим он говорит о том, что этот мир для человека, в частности, его тело, является ничем иным, как тюрьмой для согрешивших душ. Там души падают, согрешают. и в силу этого посылают сюда, в этот мир материи за свои грехи. Корень греха он усматривает в чувственности. Это он особенно подчеркивает. Отсюда у него интересные выводы. Выводы естественные, конечно. Он призывает к аскетизму, рассматривает аскетизм, как необходимое средство достижения того главного, на чём он настаивает, и что является с его точки зрения единственным способом постижения Бога. Через аскетизм человек может достичь состояния экстаза. В экстазе-то и происходит, хотя ненадолго, но уже воссоединение человеческой души с горнем мира. Экстаз, понимаете, выход из этого состояния, в котором он находится. Достижение экстаза, поэтому с точки зрения Филона является первейшей и главнейшей целью, достигая которой его душа возвращается в лоно логоса. В течение земной жизни это может происходить лишь на ничтожные промежутки времени. Но если человек ведет аскетическая жизнь, то в конечном счете его душа покидая тело возвращается в лоно логоса, где уже и происходит окончательное ее единение или воссоединение с ним. И так теперь проанализируем учение Филона о логосе. Филон указывает, как мы с вами сказали, на три различных аспекта понимания логоса. Первый из них он говорит, что это душа и связь мира. Ну, во-первых, в Евангелии мы просто этого ничего не находим. В Евангелии это и ангелия. Чтобы тот логос, который ему упоминается, каким-либо образом мог выражать вот эту идею. Ее просто нет. Если мы обратимся к последующему учению церкви, то есть к развитию христианского учения, то есть к святоотеческой уже интерпретации, то мы опять-таки сталкиваемся с следующим моментом. На Пятом Вселенском Соборе подверглась осуждению сама идея существования души мира. Слышите? Душа мира как идея была осуждена. Кстати, ее развивал и Ориген, но, понимаете, самое любопытное. Вот какова реакция церкви на эту идею. Если мы коснемся второго аспекта, как бессамостной энергии Бога, понимания Логоса, как бессамостной энергии Бога, то, по-моему, здесь уже сомнений, сомнений уже интерпретации этого понятия с христианской точки зрения никаких не возникает. Вы помните, о ком дальше пишет Иоанн Богослов, говоря о том, что вначале было слово, вначале был Логос. Он пишет о том, кто явился, кто стал человеком, и дальше все Евангелие у него посвящено кому? Иисусу Христу. Ни о какой бессамостной энергии Бога и речь даже не может идти? Ничего общего нет. Может быть, самое такое привлекательное, например, для Энгельса явилось то, что Филон называет его тварно-личностным посредником между Богом и миром. Давайте посмотрим здесь. Есть ли какие-либо основания для такого утверждения? Если мы опять коснемся того же Евангелия от Иоанна, то мы нигде не видим идеи вот этого тварно-личностного посредства. Во-первых, он настаивает на том, Иоанн Богослов, на том, что тот, кого он назвал в начале Евангелия Логосом, и который затем, затем он показывает, есть воплотившийся Бога, с Иисусом Христосом, что он есть истинный Бог. Помните, он передает, я и Отец одно есть. Помните, почему иудеи схватили камни, чтобы побить его? Он говорит, за какое из моих дел вы хотите меня побить? Ответ, не за дела, а за то, что ты делаешь себя равным Богу. За богохульство. Иоанн Богослов прямо показывает, прямо показывает, что тот Логос, о котором он начал писать и пишет дальше, это не есть тварно-личностный посредник. Это есть Бог, который есть одно с Отцом. Я и Отец одно есть. И он не отрекается от этого, а утверждает это, что он есть истинный Бог, будучи истинным человеком. Так что, видите, и вот эта вот третья интерпретация Филона Логоса, она, опять-таки, не соответствует Евангелию от Иоанна. Ну и правда же возникает вопрос, откуда же я взял это? И вообще, как понимать тогда само его высказывание о Логосе? Остается только одно. предположение одно остается. Какое? Что само понятие Логос, его было, конечно, известно, явно благословно. Ему было известно и другое, что этот Логос, по крайней мере, в ту эпопу, когда он писал Евангелие, был одним из самых значимых, самых ведущих понятий, в той философской, я бы сказал, религиозной философской мысли, которая присутствовала в эту эпоху. И он решил, решил показать, кто есть этот Логос. Помните, как апостол Павел в Ариапаге хотел показать Ариапагитам, кто есть тот Бог, тот неведомый Бог, которому стоит у вас есть жертвенник Вафина. Так и здесь он пожелал показать и открыть этим мудрецам этого мира, кто же есть тот Логос, которым жила столько столетий древнегреческая мысль, о которой говорят греческие мудрецы. Вот кто он есть. не абстракция философская, не тварный личностный посредник, не какая-то энергия Божия, не душа мира, а это есть воплотившийся Сын Божий, явившийся в лице Иисуса Христа. Вообще я вам скажу, это же очень интересно и в высшей степени важно то, о чем мы сейчас с вами говорим. И действительно подумайте только, что идея центральная кажется идея христианства, Логоса Сына Божьего воплотившегося, который на первый поверхностный взгляд кажется настолько близка к античной философской мысли оказывается принципиально отличной от нее. Я вновь, я буду еще много раз повторять в последующих лекциях по-другому, по-другим темам вопросов я вновь и вновь буду повторять откуда же взяли эти апостолы малограмотные. Помните, когда Иоанн и Петр были вызваны в Синедрион, что о них сказали? Приметили, что они люди, не книжные. Откуда же они взяли тогда? Совершенно ясно. Они описывали то, что явилось, они описывали факт, факт и больше ничего. Ни какая-то античная мысль пленила их, ни интерпретация какой-то древнегреческой системы, нет-нет, они описывали факт явления Бога во плоти. описывали так, как может описать каждый очевидец со всей искренностью, со всей простотою, никакой мудрости, никаких философских категорий, ничего там нет. Только сравните сочинение там, историков и Евангелия от Иоанна. Абсолютно ничего общего, даже по языку, по характеру изложения, совершенно разные вещи. Энгельс назвал Филона настоящим отцом христианства. А вы знаете, что, пожалуй, с Энгельсом можно согласиться, чуть-чуть только его поправив. Чуть-чуть. Это чуть-чуть будет заключаться в общем. Филон действительно отец, только не христианства, а всех ересей, которые возникли за тем христианства. Ну, всех, может быть, это очень сильно, может быть, громко, но действительно очень много. Арианская ересь, например, это прямой, прямой филонизм, если хотите. Когда Арий низводит Сына Божия на уровень высшего истворения, это прямое повторение Филона. вот в этом смысле с Энгельсом можно согласиться. Я думаю, только он согласится с нами. Вот тут уже вопрос. Хорошо, друзья, это это вот то, что я хотел вам сказать о Лобосе. Эти две ветви, хотя на самом деле это уединые ветви. Дело в том, что самого Филона некоторые историки философии все-таки относят к стоической школе. Но вы понимаете, что отнести может быть и можно из-за его уважения к Зенону, к стоикам, но Филон, конечно, оригинальный мыслитель. Вот те школы, по крайней мере, древней мысли, которые касаются вопроса Лобоса. Вот они перед нами. Вот теперь мы сравнили, что они говорят. И вот что говорит и Евангелие от Иоанна, и последующая христианская мысль. Это две разные несовместимые друг с другом картины. Я считаю, что это один из объективных аргументов. Слышите, я настаиваю, это один из объективных аргументов, подтверждающих истинность христианства. Ниоткуда не могли взять той идеи, которая заключена в Евангелии и в христианском учении. Нет ей земных истоков. Отсюда по-моему есть все основания предполагать, утверждать и говорить. единственный источник тогда действительно сам Бог. А следовательно, христианство является, христианское учение является учением Богооткровенным и истинным. Я, наверное, эти фразы буду повторять еще много раз. Ну, у вас будем мы сейчас вопросы или не будем? Вопросы может быть на класс? Сейчас. Да? Ну, если вопросы будут сопряжены с движением физически, чтобы было тепло. потому что я захотел двигаться дальше, дальше, вперед к цели. если есть вопросы, конечно, раз можем, ну, По знакомству один вопрос. Я хочу немножко попробую вас спросить о различии. Вот существует такое мнение в церкви, распространенное по поводу благодати и ее количества. Как это соотнести между собой? Если я понятно? Нет, не понятно. Благодать, ее количество безмерное можно ли выразить в какой-либо мере? с одной стороны, что вроде как нельзя выразить в какой-то мере количество благодати. С другой стороны, мы видим это кругом в нашей окружающей жизни. Например, там тоже самое, даже мелочи такие, взять, типа там просфоры, там святой воды, там иконы, мощи, и как это все соотнести между собой. Так, ясно. Я думал, что ваш вопрос относится к теме о лобусе. Тогда все этот вопрос переносим на курс. Там отдельно. Там я вам все взвешу, возьму специальные гирки и все там расскажу. Все будет, все будет окей. Хорошо. Так, а по теме о лобусе? Нет там, да, или есть? Как понимать слова спасителя? Отец более меня есть. Вот, да, да, вот интересно, что действительно многие такие вопросы задаются на самом основном богословии, хотя бы даже и на второстепенном разбираться, вроде догматического какого-нибудь, но в том-то и вся суть, если хотите, в том некая тайна, которая констатируется Евангелем, но не объясняется в силу невозможности выражений в наших понятиях вот той реальности, с которой мы встретились. Это реальность кто? Бог, человек. Не Бог, не человек, не Бог и человек, а Бога-человека в единстве своей ипостаси. Вот эта реальность, поскольку она уникальная, уникальная, то есть единственная в истории всего населения, она, естественно, не может нами быть воспринята, опознанно и понята, поскольку любое наше понимание исходит из тех понятий, из тех понятий, которые образованы из нашей вот этой жизни. У нас нет понятий, которые бы соответствовали вот этой Богу-человеческой реальности. Но если мы обратимся к попыткам истолкования этого, то речь от о чем? Обычно, то есть это естественно, относится это к тому вот его состоянию земному состоянию, в котором находился Боговоплощенности, вот этому состоянию. то есть в котором человеческая природа действует в полной мере. И эта человечность, она естественно будет четварностью. Она уже показывает уровень, что ли, уровень. Так вот, поэтому мы находим очень многие выражения у Иисуса Христа, которые относят обычно к его человеческой природе. Нам трудно понять, что в нем две воли. Вот это одна из самых искусительнейших ересей, заблуждений. Самых искусительнейших в чем состоит? В том, чтобы закрыть вот эту человечность. Но мы не можем понять, как это у него две воли и Божия и человеческая. Ведь монофизитство ведь, оно же возникло не случайно. Как это, чтобы он был настоящий человек? Это невозможно. Но если уже настоящий, если человек, то уж по крайней мере первозданный тогда уже. Он не должно быть никаких необосчитанных. Что? Вот, вот, вот это искушение, оно постоянно присутствует. И монофизитство, а затем монофизитство, почему явились такими устойчивыми висятами. И церкви с этим уклоном поэтому существует до настоящего времени. Мы никак не можем действительно вместить этого. Чего он, будучи Богом, соединился с настоящей, нашей, немощной, то есть ставшей после падения смертной природой человечества. немыслимо это. Это немыслимо. Распитый Христос, как апостол Павел говорит, соблазн и людей, и безумие эллина. Вот. Поэтому вот эти высказания, они не единичные, их же таких много высказанных. Причем высказаны, не только высказаны, он даже молится, уходил, помните, и молился, все они вызывают вот это вот недоумение, непонимание, а для кого-то даже соблазн. Как он, будучи единой ипостасью, будучи сыном Божьим, молился. Вот это вот целый значит ряд его фактов его жизни и целый ряд слов, они вызывают у нас недоумение. мы не можем понять, что это такое за единство ипостаси Бога-человека. Вот в этом некая сложность восприятия. Но мы относим это, естественно, к этому только можем относиться, к человеческой природе. Вот эти высказания. Все, я чувствую, моя тема следующая. Все, погибла. Так. Алексей, мне вопрос, если вы позволите, в Прикоре Богослов в четвертом слове Богословия признавая такое толкование данного места «Отец мой более меня есть», то есть по отношению к человеческой природе сказанное, он приводит там еще более на его взгляд воздушное толкование, что это относится к тому, что отец есть причина слова, то есть уже внутри троечной жизни. Да, но это толкование вот это больше, оно не стало традиционным, будем говорить, для церкви, потому что здесь очень легко внести элемент субординации. Вот это именно субординация, это как раз в христианстве и не признается. Признается именно полное равенство. Если говорить об этом моменте, то моменте только как по... но вот опять у нас нет слов соответствующих. Вот сын рождается от отца. Что это? Происхождение? Мы употребляем это слово, это же грубейшее слово. Как будто было когда-то такое, что сына не было, а потом взял и родился. Нет! Это свойство. Сын вечно рождается от отца. Не родился, что его не было, а потом родился. А это свойство, и рождение это свойство. Так же, как у отца свойство рождать. Вот недаром вот эту аналогию с вами рассматривали, что у ума свойство рождение мысли. У мысли свойство рождаться. Вот это грубое, но, может быть, наилучшее из аналогии дает нам некоторую возможность постижения некоторого образного хотя бы понимания этого факта. Но момент субординации он очень опасен. А здесь можно двояко понимать Григорий богослава. Он сам же комментирует, он понимает правильно, православно. Ну, я бы не отдохну. Но если взять отдельную его фразу, то... В смысле, причина как начал. Не во времени. Так, пожалуйста. Дело в том, что, когда мы говорим о Логосе, то мы говорим об Ипостасе, Второй Ипостасе Святой Троицы. И только об этом. А что есть более ста различных значений самого слова Логос, в данном случае мы об этом не говорим, поскольку иначе мы уйдем в очень широкую сферу мысли. Но мы находим даже и такие мысли, высказывания, я бы сказал, и обращения к Логосу, что он является источником и нашего слова, и необходимости поэтому, чтобы наше слово человеческое соответствовало этому слову, а было не другим. И ценность каждого нашего слова с христианской точки зрения заключается в этом соответствии, в полноте этого соответствия. Об этом мысли есть, но это уже совершенно, так сказать, другая ветер наших исследований. Просто мы сейчас этим не занимаемся. можно так сказать, что в самом Иисусе Христе с момента Его детства, возрастания у Него не было понятия о Его Божественном призвании и достоинстве. Это возрастало и в мире возраста он об этом узнал. В 12-летнем возрасте он прямо говорит, что мне надлежит быть там в том, что принадлежит отцу моему. Вот об этом мы можем свечить. Это факт. То есть у него было уже, было полное осознание того, кто он есть. Оно проявилось. А в отношении того, что было в детстве и прочее, ведь человеческое развитие у него уже шло самым естественным же образом, следовательно и факт о сознании человеческим сознанием также постепенно развивалось. И оно могло выражаться соответствующим образом вовне. Но вообще-то я скажу, это такие тонкие вещи, о которых трудно говорить и лучшего даже не говорить. Я боюсь, что здесь мы легко погрузиться во тьму неведения, заблуждения. А вот как сказать о возлюбленном ученике, то есть Господь, это тоже человеческий свойство, это? Возлюбленный ученик, сам возлюбленный то есть мы которые менее любили или да? Хорошо. Ну все, ладно, кончено. Кончено, да. Так, у Владимира Соловьева есть интересная мысль. Он говорит, есть любовь этическая, нравственная, есть любовь психологическая. Нравственная любовь, в которой мы призываемся Евангелия, должна быть одинаковой ко всем людям без исключения. Друг, мрак, нравится мне, не нравится мне. Кто бы он ни был, должна быть полная равенства нравственной любви ко всем. Что это означает? Что это означает нравственной любви? Означает всем и каждому, независимо от отношения к нам, ко мне, я должен желать блага и только блага. И то, что позволяет моей силы сделать и обстоятельства сделать для этого человека добрые. Повторяю еще раз, независимо нравится он мне или нет. это есть равенство нравственной любви. И вот чему призывает Евангелие. А есть другая сторона. Каждый человек обладает у нас индивидуальностью. И вот вам, пожалуйста, вот уж на глазах сколько происходит случаев. Кажется, вот девчонок, ну ничего особенного не привлекает. Другая прям красавица. Нет, он женится на этой паршивенькой, а красавица остается. Скажите, в чем дело? Ну, конечно, не одна не считая себя паршивенько. Понимаете, это же не мысливый, вы не вздумываете такое сказать. Но иногда это настолько очевидно, просто диву даешься. В чем дело? В чем дело? На самом деле очевидно, в чем дело? Совершенно очевидно. Есть некая гармония, вдруг на путь некую гармонию, так, некую общность, что-то какое-то внутреннее единство. Вот это то, что именуется психологической совместимостью. В космос никогда не пошлет людей без психологической совместимости. Слышите? Так и здесь брак вступает по существу, когда есть именно психологическая совместимость, когда они не чувствуют напряжение в общении друг с другом, что-то есть общность и выбирается так. Это просто поразительные случаи, выбирается. Так вот, вот эта психологическая совместимость, она и выражается в том чувстве, которое мы называем вот сейчас особую любовь к такому-то человеку, особой симпатии вот именно к этому человеку. Вы слышите, что такое? Особая симпатия, то есть особое единство. Вот эта психологическая любовь, она будет очень различной. Один человек может очень нравится, другой совсем не нравится, но нравственно, то есть я относиться до этого человеку ко всем одинаково, нравственно, всем желать добра. А вот нравится мне может один больше, другой меньше. И у Христа Христос был истинный человек, слышите? Настоящий человек с индивидуальностью, у него индивидуальные свойства были, и вот ему наиболее психологически, что ли, созвучным был Иоанн богословом, а не кто-то другой. Это совершенно естественно. У нас сплошь рядом. Вот этот друг, друг, товарищ хороший, но не так. Он хороший человек, нравится, но не то. Вот что такое психологическая любовь. Так вот не забывайте об этих двух разных вещах. Это достанет все ясно. Вечности? Ну, я вам сейчас все расскажу о вечности. Я там был. Но я кроткие лица вижу и стук слышу. Неужели уже окончилось? А я думаю, что когда холодно, то стук особенно так приятен. Правда? Сейчас так скажу. Ну, помолимся.